здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 38 уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я вам хочу показать действительно очень мощную качественную галерею это вообще уникальный виджет я подобных еще не видел данный виджет вам позволит вот как изначально задумано в adobe muse собрать галерею такую как вам нужно выбрать эффект то есть у нас как правило бывает виджеты с какими-то предустановленными настройками по созданию галереи там при наведении всплывают какие-то элементы кнопки но мы по большому счету не можем ими управлять как хотим а здесь вы собираете кусочками прямо в news так сказать muse скими инструментами это просто бомба давайте вам я ее продемонстрирую во первых вы можете расположить как угодно вот вы сейчас видите первое изображение у меня находится по умолчанию она видно другие изображения уходят туда за край их не видно при наведении на изображение вы видите появляется стрелочка эта стрелочка вообще картинка вы можете загрузить любую какую хотите при клике вот эти эффекты меняются потом здесь нет ограничений по количеству загруженных изображений здесь вы сами загружаете сколько вам нужно обычно у нас в галерее бывает какое-то ограничение вот главное еще преимущество смотрите в другую сторону другая стрелочка появляется посмотрите при наведении на изображение тоже затемняется фон вот эти элементы рамка текст кнопка это все инструменты muse то есть отдельно вы просто сверху кидаете на изображение представляете как круто и это еще не все во первых можно наложить при лоудер на изображение именно на изображение не на весь сайт если у вас очень много будет картинок смотрите я перезагружаю страницу у меня вот это при лоудер видите muse и потом появляется галерея анимация вот это вот прокрутка также меняется вы выбираете анимацию анимации появления и это еще не все мы можем кликнуть на изображение у нас здесь есть инструменты lightbox а причем мы можем вставлять видео ролики с youtube вы видите автоматически запускается при клике и обратите внимание вокруг ролика затемняется фон видите цвет это тоже можно выбрать выбрать цвет свой видите крестик это также картиночка ваша вы можете индивидуальную картинку загрузить то есть крестик будет ваш вот он ведь я мышкой вожу около плеера нажимаю в пустом месте где-то рядом с плеером закрывается ролик потом смотрите следующее изображение это я вам для примера выбрал здесь кликаю здесь открывается в lightbox и изображение в полном виде размер вот этого изображения и видео также можно настроить то есть можно вообще сделать чтобы открывался в огромном размере если изображение позволяет вот в принципе одни из основ я вам рассказал данного виджета это просто бомба я до сих пор не могу поверить что у меня в руках такой виджет давайте перейдем в adobe muse и будем с вами изучать данный виджет и так видит перетаскиваем на холст у вас вылезть вот такое окно вы нажмите ok он ругается что он не находит изображение а изображению не может найти вот эти вот icon settings их у нас нет а тут они прописаны да вы вот здесь вот на корзиночку кликните и удалите все это те изображения чтобы они вам не мешали мы здесь все равно загрузим свои это вот как раз таки иконочки next стрелочкой потом следующая стрелочка другую сторону и close эта кнопка закрыть мы их загрузим дальше зайдем в настройки виджета и пока отключите вот эту вот опцию это preloader мы раз дойдем до него позже снимите галочку он нам пока будет мешать все пока мы настройки виджета не трогаем смотрите как здесь устроена галерея мы просто берем инструмент прямоугольник это будет наше изображение смотрите размер какую сделать квадратный там прямоугольную вашу галерею каждая картинка может быть разного размера вообще на ваше усмотрение смотрите берем прямоугольник идем заливка и добавляем какое-то изображение свое я беру просто изображение дальше мы с вами делаем по размеру по центру очень здесь вот эти настройки вы уже управлять как хотите дальше что мы делаем мы берем с вами и делаем дубликат картинки да мы можем сделать вот такую картинку нам вообще не важно по усмотрению потому что страна миниатюра мы с вами сможем в lightbox показать оригинал изображения заходим берем следующее изображение так здесь нужно сделать как-то по размеру в общем вот так куда все равно на меньше следующее третье изображение обратите внимание что я делаю я ухожу реально за края холста здесь это можно делать то есть данный виджете никакого ползунка снизу не появится здесь мы изображение также меняем ну и давайте еще одну я загружу возьму вот это вот изображение и заменю изображение на какое-то другое вот таким образом сейчас смотрите что мы делаем мы берем еще раз криком по прямоугольнику и вот так вот по краям я сверху черчу этим прямоугольником по изображением то есть вот так вот довожу примерно да и отпускаем мышь то есть на этот прямоугольник нам сейчас кое-что нужно сделать будет мы заходим в наш виджет и вот первое вот эта переменная smart вы просто отсюда это слово копируйте чтобы у нас галерея заработал нам нужно в стиле графики кое-что прописать для вот этого прозрачного объекта который мы только что сверху с вами наложили вам нужно вот здесь панели meuse найти вот такой инструмент стиле графики если у вас здесь его нет вы можете перейти на вкладку окно и вот здесь нажать вот стиле графики кликнуть и тогда она в панели у вас появится смотрите вы выделяете мышкой этот прямоугольник прозрачный который я сверху наложил идем в стиле графики здесь мы внизу вот здесь вот нажимаем создать новый слой видите такая вот здесь такой листочек кликаем два раза кликаем по стиле и всплывающем окне вставляем слово вот это smart и окей все для этого объекта у нас назначен вот этот вот переменная то есть без этого у нас ничего с вами не получится это очень важный шаг здесь должно вас все получится то есть все изображение находится как бы на этом контейнере поэтому они как бы вместе задействованы и мы вот этот вот контейнер сверху которому нарисовали мы правой кнопкой по нему кликаем и упорядочить на задний план и давайте на этом уровне сделаем предпросмотр вот у нас вы видели изображение раз вот так вот всплыли вот я кликаю по следующему изображению все у нас уже все работает затемняется то есть я последующему клику изображение появляется все нормально и теперь можно пойти по настройкам слайд эффект то есть это изначально когда страница загрузилась как появится галерея у нас он справа появляется можно вывод слева или просто сделать вот это верхние это проявление здесь на ваш выбор я оставляю как есть дальше скроллинг спид это скорость миллисекундах как вот прокручиваться нашему изображению можно увеличить или уменьшить дальше идет слайд эффект именно когда вы кликаете по изображениям здесь можно выбрать какой-то другой эффект давайте попробуем то есть изображение появились и вот изображение теперь немножко в другом стиле двигаются когда я по ним клику давайте попробуем сделать вот здесь вот поменьше 900 дальше вот это смотрите но он актив имидж опасить и то есть у нас по умолчанию как бы изображение которые дальше не активны которые идут чередой они имеют такое затемнение давайте я вам покажу все таки вот смотрите одно изображение видите активно а вот те за ним они как бы затемнены только когда он становится по центру а другие изображения также затемнены вот эта затемненность прозрачность она управляется здесь здесь можете либо увеличить либо уменьшить а дальше вот это вот distance слайд в пикселях это расстояние вот между картинками видите мало того что вы можете руками двигать вы можете прямо здесь расстояние увеличить или уменьшить между картинками дальше вот эта опция это preloader мы пока пропускаем мы скатки коснемся его в конце урока дальше вот эта галочка давайте поставим это у нас от центровка по центру страницы галерея будет от центров на и причем она будет там закреплена когда мы будем страницу прокручивать вниз она будет недвижима давайте посмотрим вот вы видите да у нас она закреплена по центру вот я двигаюсь а галерея все равно остается в центре вот ползунок кручу вы видите да вот а галерея в центре вот мне это не нужно я снимаю галочку следующая icon settings давайте посмотрим это загрузка стрелочек вот next я кликаю по ссылке добавить файл и здесь вот у меня есть стрелочка подготовленная png картинка я ее выбираю и также загружу другую стрелку в другую сторону да и сразу же можно загрузить для lightbox крестик закрыть вот она у меня картиночка тоже png формат то есть вы эти картиночки просто можете найти в интернете также здесь есть еще ряд опций которые вам не видно и вот эффекты при наведении смотрите что можно сделать элементарно берем еще раз инструмент прямоугольник и черчу вы наверно часто видели на каких-то галереях такой эффект смотрите я внутри просто черчу прямоугольник и назначаю ему беру инструмент выделения да и назначаю ему рамку то есть я просто кликаю например 5 делаю такую рамку и задаю например какой-то цвет вот такой то есть я просто рисую не задумываясь ни о чем у меня все будет работать беру например инструмент текст также рисую здесь пишу например любой текст пишу демо также я могу задать шрифт этому тексту также могу задать размер цвет и выровнять по центру и так текст у меня есть могу сделать кнопку зажимая alt дублирую этот текст делаю скругленные например края и делаю заливку соответственно сам текст я делаю темным то есть я могу сделать кнопку при желании да и вы потом просто если вам это нужно на другие изображения это дело просто можете скопировать выделили все alt и я переношу например вот на это изображение просто на это изображение нужно будет корректировать руками да то есть уменьшать рамку я просто это сейчас не буду делать и так все понятно и давайте посмотрим вы видели я просто наложил сверху у нас идет подгрузка и смотрите у нас изначально нет ничего а при наведении у нас с вами все работает ну кнопочку здесь демо можно потом подредактировать чтобы текст нормально был по центру да вот при наведении вы видите кстати вот стрелочка появился тоже которая то что сделали здесь тоже видите все работает вот при при наведении видите затемнение идет сейчас я вам покажу где-то настройка так область снятия экрана я пустил чуть ниже чтобы вам показать а настройки которые вы не видели дальше вот идет смотрите шоу оверлай он ролловер это у нас как раз таки при наведении мыши на эскиз на миниатюру color цвет каким цветом затемняться то есть я могу взять какой зеленый и опасти это прозрачность вот этого цвета как раз сделаю под потемнее 07 вот вы запомнили да сейчас я это сделал сейчас вам покажу смотрим в браузере смотрите на вашу мышь и вот он затемнение экрана до который мы только с вами настройку проделали и также это есть у всех просто здесь больше эффектов нет а вот здесь вы помните были эффекты видите как здорово все получается теперь смотрите эффекты lightbox а что при клике на изображение открывалась изображение в полном виде вы выбираете вот мышка как я выделил сейчас именно то дальнее изображение да вот не вот эти вот объекты сверху а именно изображение выделили его идете гиперссылки то есть добавить или фильтровать и выбираете ссылка на файл в появившемся окне вы выбираете то изображение которое у вас в миниатюре итак я это загрузил и давайте посмотрим браузере я кликаю на изображение затемняется экран и вот наше изображение экран затемняется слишком темно черно кстати вот крестик вы видите да он я в любом месте могу кликнуть изображение сворачивается итак давайте я вам покажу эта настройка в самом низу lightbox settings настройки lightbox а вот этот цвет background который вы видели он затемнился черным я выбираю другой цвет и opacity вы уменьшаете если вы хотите чтобы просвечивала ваш сайт через вот этот вот затемнение экрана я делаю 05 и вот даже смотрите ширина видите images видео ширина я поставлю побольше по ширине это у нас 1024 ну учтите что изображение у вас должны быть не меньшего размера чтобы она не размывалась также видео будет в таком же большом размере показываться теперь давайте я вам покажу как вешать видео на миниатюру для этого вам нужно посетить сайт youtube и смотрите здесь есть нюанс просто ссылку взять с youtube а не получится у нас ничего не будет работать здесь будьте внимательны под роликом вы заходите кликайте по ссылке поделиться дальше вы кликайте вот здесь появится появится ссылка html код здесь будет вот такая строчка кода вам нужно аккуратно вот смотрите как я сейчас делаю начинается где видите srk вот начинается ссылка https вы ее всю копируете на этот ролик то есть до кавычек вот именно как сейчас сделал я любая другая ссылка не будет работать нужно взять ее на ролик именно отсюда надеюсь это понятный момент и копируем а вставляется она очень просто вы выделяете также миниатюру идете опять также же в гипер ссылки и просто вставляете эту ссылку в поле для ссылки и enter и давайте посмотрим в браузере и так давайте прокрутим изображение до этого изображения и я кликаю и у нас сразу запускается видео она делается на весь экран все нормально вот такая вот мощная галерея сегодня в уроке для вас представлена и у нас остался еще один момент как загрузить preloader предзагрузка для этого я беру самое первое изображение в начале который у меня есть убираю здесь все элементы кроме изображения то есть данное изображение здесь не будет вместо него будет preloader я его выделяю иду заливка и загружаю другую картинку то есть это у меня идет изображение give формат то есть это анимация give preloader картиночка любой может быть preloader у меня вот свой я выделяю и окей дальше я делаю по размеру и в теперь мы заходим в настройки и вот здесь вот ставим галочку включить preloader и я поставлю чуть побольше миллисекунд 3000 то есть это говорит о том что через 3000 миллисекунд preloader исчезнет и галерея будет показана давайте посмотрим то есть вы можете меньше поставить оставить 1000 как есть я вам просто сейчас демонстрирую вот вы видите preloader никакого галерея нет он исчезает а потом появляется наша галерея вот так вот все здорово урок получился достаточно длинным мы этот виджет полностью разобрали надеюсь вы этот виджет будете использовать у себя на этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке и и